Всем привет! Мы на канале Универ ТВ. Меня зовут Булат Насыбуллин. И сегодня проходят дебаты кандидатов в президенты региональной молодежной общественной организации Лига студентов Республик Татарстан. Шамиль, Никита, привет! Приветствую! Итак, давайте мы сегодня поговорим на тему студенчества, на те вопросы, которые действительно волнуют наших студентов Республик Татарстан. Но самый первый вопрос, уважаемые кандидаты, самый простой. Почему именно вы должны стать президентом Лиги студентов? Организация, которая уже 27 лет исполнилась в этом году, которая объединяет 150 тысяч студентов. Да, большое спасибо. Я начну. Наверное, на данном этапе я чувствую, что есть большой потенциал, есть накопленный опыт. На данный момент я возглавляю организацию Российские студенческие отряды. Она тоже является большой республиканской организацией. Последние три года являюсь ее руководителем. Она очень хорошо себя показала, как студенческая молодежная организация на уровне Республики Татарстан. Татарстан является лидирующей среди других студенческих организаций и на федеральном уровне. Потому что даже под моим руководством за последние три года российские студенческие отряды в Татарстане являются всегда в первой тройке. То есть даже за последние два года среди 76 региональных отделений студенческие отряды Татарстана были на втором месте. Вуз, если смотреть Казанский государственный энергетический университет, среди 280 вузов России, впервые в истории, это такая большая победа. Он стал лучшим вузовским штабом. Как я уже говорил, среди 280 вузов это конкурс Министерства образования Российской Федерации. Также ощущаю большой опыт в том, что есть большой реальный опыт работы на земле. Четыре года работал вожатым в детских и здравительных лагерях, работал педагогом-организатором, был командиром студенческого отряда, работал в комитете по делам детей и молодежи. В дальнейшем меня выбрали единогласно, стал руководителем регионального отделения, возглавлял студенческие стройки, это строительство дома культуры Чулпан, детского здравительного лагеря Восток. В том году это особоэкономическая зона Алабуга, поэтому и строительный блок, так скажем, тоже большую часть работы мою занял. Я вообще-то в целом и социальным проектированием активно занимался в студенчатой, более 10 проектов больших там выиграл, это и в сфере работы со студентами с ограниченными возможностями по трудоустройству, это и творческие мероприятия. На данный момент являюсь федеральным экспертом Росмолодежи и провожу консультации со студентами, поэтому чувствую в себе потенциал, чувствую, что есть большой бэкграунд, опыт. За последние, как мы говорили уже, годы мы 30 тысяч человек за три года трудоустроили студентов по различным направлениям деятельности, более 4,5 тысяч студентов смогли получить дополнительную рабочую специальность благодаря работе нашей команды студенческих отрядов, поэтому есть идеи, как мы дальше в Лиге студентов можем делать, так скажем, студенческие проекты лучше, сильнее, привносить что-то новое и так далее. Спасибо большое, Шамиль. Никита, тебе слово. В этом плане хочу сказать, что в любой организации, в которой в целом работают студенты, в любой общественной организации, в целом, это может быть не общественная организация, очень важна именно преемственность всего того, что происходит вообще. Потому что, будучи людьми, мы вместе с командой, у нас основной костяк это именно представители руководящих позиций Лиги студентов, это вице-президенты, руководители центров. И в этом плане мы за более чем 5 лет, кто-то больше, кто-то меньше, прошли тот путь и понимаем всю структуру Лиги студентов от и до по комитетам, центрам, ассоциациям, по тем потребностям и запросам, которые есть и от государства в этом плане, и от студентов. И мы полностью разбираемся в этом вопросе, знаем друг друга и знаем, как работать с этой командой, потому что так или иначе, после того, как пройдут выборы, необходимо будет двигаться дальше вместе с теми людьми, которые желательно разбираются в том, что они вообще занимаются в Лиге студентов. И в этом плане как раз-таки за 5 лет деятельности мы вместе с командой принимали большое участие в организации проведения всероссийских форумов, региональных, международных мероприятиях. Это у нас, мы вместе с командой были на Лиге форуме по разным направлениям, которые там есть. Я вообще сам прошел путь от участника форума «Лга вперед» до проведения его в роли исполнительного директора, и там как раз-таки вместе с частью, которые, ребят, которые у меня сейчас входят в мой предвыборный штаб, мы вместе с ними делали и всероссийский форум. Есть большой опыт принятия участия в крупных премиях всероссийских и региональных, это студент года как раз-таки, опыт взаимодействия с федеральными коллегами, как с федеральными учебными заведениями, это, например, Северо-Архангельский федеральный университет, Северо-Кавказский, Московский, Питерский вузы, те, которые есть на уровне России, а также, соответственно, и коммуникации с крупными молодежными организациями, это, допустим, та же самая «Росмолодежь». Вот только вчера вернулись с форума из Нижнего Новгорода, с «Росмолодежь Гранты», поэтому наш акцент, он будет по всем направлениям, которые у нас есть в лиге, потому что мы вместе с ребятами знаем, как работает самоуправление, сами были и председателями студсовета, и активистами мы были в том числе, и поэтому и по грантам, и по творчеству, и другим направлениям мы прекрасно с этим справимся, поэтому это наш такой «Х-фактор», который является решающим. Спасибо большое. Никита, на самом деле, рассматривая вашу предвыборную гонку, уже можно сказать, наверное, вы посещаете очень много образовательных учреждений, вы рассказываете о своей программе, что тоже очень важно. Вот в связи с этим у меня вопрос. Какие из пунктов вашей предвыборной кампании, вашей программы вы считаете сильнее, чем программа вашего оппонента? Интересный вопрос. На самом деле, я думаю, что и Шамиль согласится с этим, что во многих моментах наши программы, они похожи, потому что проблемы студентов, они в целом всеобъемлющие, и в этом плане мы оба и предвыборными штабами в этом плане эту проблему понимаем. Понятное дело, что у нас, допустим, тот же самый блок предпринимательства есть у нас обоих, но, например, как он реализовывается, он выстроен тоже по-разному, поэтому я думаю, что начну в таком случае с студоприемной, потому что самый важный запрос, который вообще в целом следует от студентов, это запрос на то, чтобы проблемы, которые есть у студентов, они решались, и решались по разным направлениям, и в этом плане мы вместе с командой придумали отдельную, удобную, простую и понятную платформу для студентов, которые в том числе не являются активистами, для того, чтобы они могли подать запрос на то, чтобы решить свою проблему, могли найти себе жилье, это может быть какой-то частный, например, это могут быть хостелы и так далее, это, соответственно, психологическая помощь на фоне всех тех вещей, которые происходят на данный момент неопределенно в формате неопределенности в мире, и, соответственно, это центр карьеры, тут устройство для студентов, которые у нас могут быть. Это вот как на один из пунктов той самой программы, которая у нас есть. Думаю, что Шамиль может продолжить здесь. Да, да. Ну, здесь, если смотреть так объективно, честно, ну, я считаю, что у нас все пункты работы очень важны и сильны, и они проработаны на данный момент, потому что, если мы даже возьмем тут центр студенческого предпринимательства, мы говорили о том, что там 25% стартапов в мире рождаются в университете, в России всего лишь 3%. Из-за этого мы обратились к этой статистике и приняли для себя решение, что нужен центр студенческого предпринимательства. Мы уже последние несколько лет очень активно работаем с торгово-промышленной палатой, которая готова подключиться и создавать совместно бизнес-инкубаторы в каждом высшем учебном заведении, где их еще нет, и создавать их в средних учебных заведениях и помогать студентам вовлекаться в предпринимательскую деятельность. Во-вторых, проблема доступности спорта. У нас очень большой классный проект, который называется «Лига спорт» и онлайн-сервис «Площадка». Он уже есть на App Store и есть в Play Market. Создавали студенты, то есть мои друзья из Энерго-университета. Это была наша мечта несколько лет назад. Сейчас мы эту мечту осуществляем для того, чтобы спорт для молодежи стал более доступным. Условно, молодой человек хочет найти себе площадку для репетиций студсовета, для того, чтобы сходить поиграть в волейбол с друзьями. Он может просто зайти в приложение и увидеть этот реестр, позвонить, уточнить. И таким образом хоть на какой-то процент у нас получится спорт, творчество, площадки, инфраструктуру для молодежи сделать более доступной. Следующий момент касательно даже усиления работы по добровольчеству и волонтерству. Мы хотели бы создать отдельный комитет, который бы работал, нес программу «Добро в УЗы», «Добро в СУЗы» и развивал добровольчество по всех учебных заведениям. Касательно приоритетов нашей работы. Я сам за последние 4 года работаю очень активно с муниципальными районами Республики Тарстан. Я прожил 2,5 месяца в набережных Челнах, 3 месяца в Лениногорске, около 2,5 месяцев я жил в Нижнекамске и работал со студенчеством, молодежью ежедневно. И поэтому понимаю, что молодежь есть и студенческая молодежь не только в Казани, но и в Агрызе, и в Нурлате, и в других муниципальных районах Зеленодольске, Бугульме и так далее. Потом понимаю, что важный момент, мы хотели бы создать совет СПО, то есть это тоже важный большой приоритет работы, что большое внимание обращается на ВУЗы в Республике Тарстан, большие федеральные ВУЗы, это очень здорово. Но также важно и понимать, что больше 120 колледжей, это средних учебных заведений у нас в Республике, на которые тоже важно обратить внимание. Мы хотели бы создать координационный совет, который бы вошли и заместители директора по воспитательной работе, и сами председатели студенческих советов, чтобы условно раз в квартал мы могли услышать их мнение и их запрос тоже. И вот здесь вот если как раз-таки продолжить то, что говорил Шамиль, допустим, предпринимательство. Если у команды Шамиля это блок именно центра студенческих инициатив, то мы вместе, допустим, с нашей командой предлагаем провести такой марафон по предпринимательству. Договорились тоже с Инаитом Ракелян, председателем комиссии по предпринимательству, где будет 30 действующих бизнесменов, 10 преподавателей Казанского федерального университета, чтобы у студентов была возможность работать не только по найму, но еще если у них есть своя такая вот инициатива студенческая, они могли ее пойти научиться реализовать. Если мы говорим о городах, то это тоже важный вопрос. Я вот, допустим, как Шамиль, у меня, честно говорю, нет такого опыта, я не жил там такого большого срока ни в одном из городов, которые есть у нас в Республике. И вместе с тем в этом, вот в 21 году на Конгрессе выезжали тоже с ребятами, в этом году тоже почти в каждый город уже заехал. И в этом плане от ребят идет очень большой и стойкий запрос. И мы вот вместе с командой поняли, что хочется провести кадровую образовательную программу для каждого студенческого объединения, которое есть в учебных заведениях. Это и высшие образовательные организации, и профессиональные образовательные организации, это и город Казань, и города, для того, чтобы у них был вот этот вот фундамент, когда они от опыта лучших ребят, лучших активистов на уровне Республики, на уровне России, они могли бы всем этим поделиться, принять это для себя и уже пойти двигаться дальше. И в этом плане еще последнюю такую проблему здесь закончу, вот по проблеме общежитий. В этом плане тоже вот жил и в Бугульме, и в Альметьевске, в Альметьевске шикарный кампус Агни там есть, вот Шамиль там тоже был, он мне тоже рассказывал, как ему там все сильно понравилось. И в этом плане мы с командой приняли решение, что мы хотим создать комиссию по контролю за условиями проживания, которые есть в общежитиях, для того, чтобы эта комиссия состояла из представителей образовательных организаций, студенчества образовательной организации, лиги студентов и государственного органа, который бы все это контролировал. И в этом плане эта комиссия, она бы руками и ногами, она бы приезжала в эти общежития, которые есть и в городе Казани, и в городах республики, для того, чтобы уже своими глазами все увидеть, как там есть, и влиять на то, чтобы суммы бюджета, они выделялись еще и на текущие, и на капитальные ремонты. Планы, конечно, грандиозные, дай бог, все это будет реализовано, да, и независимо от того, кто будет у нас президентом, да, чтобы все это было в работе. Какие конкретные там 5-6 точек роста студенчества сейчас можно назвать? Это именно в республике Татарстан. Ну, здесь я могу сразу прям сходу ответить. Первое, то, что мы сейчас на данный момент видим, и что больше всего откликается у студентов, это вот как раз-таки те направления работы, которые мы взяли по обратной связи, да, то есть это и запрос, то есть для студенчества всегда что важно, да, то есть это там будет Российская империя, там Советский Союз, современный этап, чтобы у него были комфортные условия там для проживания, чтобы у него были комфортные условия для питания и так далее. Вот мы тоже этим занимались, трудоустройство, работа, чтобы молодой человек мог бы воспользоваться, так скажем, и разовой подработкой, да, и временную работу себе найти, условно там выйти в воскресенье там, да, и чтобы мог обратиться к Лиге студентов, найти себе постоянную работу после выпуска из университета, чтобы Лига студентов была как бы проводником, да, который может ему и в этом помочь. Чтобы студент чувствовал досуг, коммуникация, да, что ему, у него есть, это как я вот сейчас в интервью про себя историю рассказывал, что я был студентом, который сидит за последней партой, но благодаря тому, что пришел студенческий отряд, студенческий совет, получилось так, что нашел друзей, нашел там, одногруппников, там, студсовет, ну и так далее. То есть была большая активная движуха, там, день правокурсника, российская студенческая весна, поэтому тоже такой важный момент. Поэтому здесь точек роста очень много, год национальной культуры, традиции в этом году. Мы предлагаем у себя создать центр развития татарского языка и культуры, например. Многие ребята, которые приезжают даже с других регионов, они не знают, условно, почему там Акбарс, почему зеленый, там, красный цвет на флаге. Допустим, вот я там татарин, условно, но я прям полноценно на татарском языке говорить не могу, да, там, у меня, потому что родители русскоговорящие. Поэтому хотелось бы татарский язык изучать. Таких ребят тоже очень много. Есть момент, ну, там, допустим, мы и в спорте говорили, что очень много, да, для развития и в творчестве. Там, в том числе, что наша задача в чем заключается? Чтобы тот самый, там, человек, который не любит, так скажем, быть активистом, который не любит творчество, чтобы он захотел пойти в театр. Чтобы он захотел заниматься творчеством. Чтобы он захотел, там, ну, не знаю, заниматься спортом и создавать для него такие условия, возможности. Вот это главная задача Лиги Студентов. Спасибо большое, Шамиль. Никита? Точки роста студенчества. Я это надо было, да, назвать? Сколько хочешь. Давай так. Уберем ограничений. Я бы не хотел распыляться. Я согласен с Шамилем, что точек роста, они вообще в каждом направлении могут быть и дополнительно можно накидывать. Я бы сказал и сконцентрировался на каких вот вещах. Первое – это защита прав студентов. Потому что очень часто от студентов идет запрос. И есть такая вот часть у ребят, например, у студентов есть такое мнение, что Лига Студентов достаточно непрозрачная организация. И в этом плане я хотел бы показать, что Лига Студентов, на самом деле, она решает проблемы студентов и показывает и говорит об этом. Для того, чтобы любой студент республики, он мог обратиться в Лигу, он знал, что ему помогут и знал, что ему дадут ответ. Это первый момент. Второй момент. Необходимо усилять приоритетное направление. Это как раз-таки 2023 год. Он год еще наставника. И в этом плане как раз-таки есть такой центр адаптации первокурсников Лиги Студентов. Появилось у нас центровое направление такой старостаты. Работа со старостями был создан совет. И в этом плане я вижу, что это вот вторая точка роста, где очень сильно нужно сакцентировать внимание. Потому что вот Шамиль например говорил, и это абсолютно правда, абсолютно гол факт, что есть большая проблема информированности вообще студентов, которые есть во всей республике с точки зрения проектов Лиги Студентов и той работы, которая ведется. И в этом плане у нашей команды есть представление, есть понимание того, что Лига Студентов, она по большому счету сконцентрирована в органах самоуправления. Потому что у нас есть президиум, там есть председатели. И вот эта информация может быть дальше этих студсоветов, она не идет. Но Лига Студентов, она не заканчивается только студсоветами, правкомами, студенческими объединениями. Лига Студентов это в целом про всех студентов, про все те 150-200 тысяч студентов республики Тарстан. И поэтому через Центр адаптации первокурсников, через Тарст мы с Лигой Студентов сможем дойти с нашей идеологией, с нашими проектами, с нашими идеями до каждого студента прямо на земле, приходя в образовательные организации, разговаривая напрямую со всеми студентами. И это как раз-таки то направление, которое может быть. И последнее, наверное, назову здесь это работа и предпринимательство, потому что с работой может быть еще порядок. Сейчас во многих высших учебных заведениях создаются свои центры карьеры, которые занимаются трудоустройством, есть соответствующий отдел практики. Но предпринимательство хочется развивать намного шире, намного больше. И в этом плане хочется давать абсолютно бесплатную возможность для любого студента, чтобы он пришел, научился работать на себя и мог спокойно сказать. Может быть, я отучился в своем университете 6 лет на одну специальность, но я хочу заниматься абсолютно другим. И вот у меня есть такая возможность. Большое спасибо Лиге Студентов, которая однажды пришла ко мне в моей образовательной организации где-нибудь в городе Мензелинске и рассказала мне о том, что я могу принять участие в этом, и сейчас я успешный предприниматель. Я вижу, что Лига Студентов именно в том, чтобы давать возможности всем студентам, которые есть в республике. У меня вопрос есть по моей методичке, которая у меня тут лежит. На самом деле, очень интересный вопрос про формы поддержки студентов со стороны администрации. Звучит он так. Какие формы поддержки должны осуществляться со стороны администрации учебных заведений для полноценной реализации деятельности органов студенческого самоуправления? То есть, простыми словами, какая поддержка должна быть со стороны администрации, чтобы студенческое самоуправление, а это не только студсоветы, могли в полную меру себя реализовать? Ну, в этом плане хочется сказать, что самый важный принцип, наверное, взаимодействия с администрацией студсоветов, это именно принцип «слышать и слушать». А, «слушать и слышать» вот в таком порядке. И в этом плане есть у нас в республике достаточное количество примеров, где как раз-таки органы самоуправления вместе с администрациями, они хорошо контактируют и их слушают и слышат. И в этом плане администрация самая важная, в том числе и между студентами, для того, чтобы им предоставлять те возможности, которые есть на базе образовательной организации. Это, допустим, помещение для студенческого совета, чтобы у ребят всегда была площадка, было пространство, куда они могут прийти, штурмить, работать, проводить собрания. У них было время и место, где они все это могут сделать. Также важно, чтобы те проекты инициативы, которые есть у студентов, они могли поддерживаться там инфраструктурно. Допустим, это предоставление спортивных залов, это предоставление тех же самых помещений, либо то же самое материальное, например, на выделение подарочной базы или, соответственно, там, например, аренду какой-то площадки, там может быть, молодежного центра какого-то «Волга» или какой-то другой, например, площадки по типу «Байтика», для того, чтобы ребята могли провести школу актива. И в этом плане последний, наверное, момент, но самый важный, это чтобы мнение студентов слышали и руководство прислушивалось, например, при решении проблемы и вопросов, потому что часто они возникают у студентов, и очень часто, почему вообще это все выносится, потому что студенты и администрация, они не могут договориться. И в этом плане важно, чтобы они научились договариваться, могли это делать, и многие сейчас это умеют делать, просто важно это все дальше продвигать и показывать, как это на самом деле может быть. И Лига студентов именно здесь может как раз-таки стать тем самым помощником, который научит и подскажет, и может, например, поспособствовать быть такой третьей стороной, которая влияет на принятие решений образовательной организации и помощи, например, тем же самым студенческим объединениям. Здесь, смотрите, пройдя вот этот всю этапность, так скажем, по своему университете, когда мы были организацией, у которого не было элементарно своего кабинета, то есть мы понимаем, что... Вот сейчас, если прям четко сформулировать, в чем задача университета помочь студенческим самоуправлениям, это чтобы каждый студент в университете чувствовал себя комфортно и мог развиваться и самореализовываться по различным направлениям, то есть создать комфортные условия. Это главная цель, задача университета. Это может быть материально-техническая, да, то есть очень важно, что у нас у многих студенческих советов уже есть в этом плане поддержка, что практически в каждом студенческом совете, там, правкоме, даже во многих вузах, СУЗах и так далее, и в районах у нас тоже есть кабинеты, но у многих студенческих советов, к сожалению, кабинетов нет, им приходится пользоваться там молодежными центрами, подростковыми клубами. Также вопрос доступности инфраструктуры, да, то есть чтобы молодой человек мог заниматься там спортом, творчеством, и был вот этот доступ у каждого, да, к этому. Следующий момент – это возможность получения социальной, материальной поддержки тоже в том числе, что у нас во многих вузах есть и бально-рейтинговые системы, по которым ребята лучшие в науке, лучшие в спорте, в творчестве, могут получать повышенную стипендию. У Лиги студентов есть прекрасный, замечательный транспортный грант, да, где они там зарабатывают баллы каждый, я сам его получал когда-то, то есть как студент, то есть зарабатываешь баллы за эти баллы, там, загружаешь в свое портфолио, получаешь там очень хорошую денежную премию, да, материальная поддержка. Следующий момент – это услуги. И даже элементарно нам было важно, там, когда мы делаем студенческую весну, день первокурсника, было важно получить, там, услуги типографии, чтобы нам распечатали какой-то реквизит или еще что-то. Поэтому если это от вуза все получается, как правило, в вузы многие идут навстречу, то, конечно, студенты и сами ощущают эту поддержку, там, от проректора по воспитательной работе, от заместителя директора по воспитательной работе, от начальника, там, управления отдела по молодежной политике и так далее. Это очень важно. Да, на самом деле, наверное, полноценная работа пошла бы у студсоветов, да, если бы в полной мере у нас реализовывались те полномочия, функции, которые у них есть, в принципе, и по федеральным законодательствам. То есть, открыть законы, да, допустим, наш, как правильно сказать, да, очень важная книга для каждого студента, школьника, неважно, если ты даже работаешь в университете, это федеральный закон номер 273 об образовании. И там, если открыть даже статью про управление образовательной организацией, сказано, что частью управления образовательной организацией являются студенческие советы. Да, когда даже в федеральном законодательстве об этом пишется, то важно, чтобы и на локальных актах это было отображено. Мы часто видим, что, допустим, в положении студенческих советов написано, что студенческий совет является под, допустим, да, там, подведомственно ответственным администрацией, да, или какому-то, допустим, замдиректора. Такого быть, конечно, быть не должно с точки зрения законно, потому что это самостоятельная часть управления образовательной организацией. Вот я к этому, наверное, ввел о том, чтобы, действительно, если сделать так, чтобы Лига студентов привела к тому же, привела к соответствию с федеральным законом положения студенческих советов и всего прочего, было бы замечательно, и тогда, наверное, действительно студенческие советы зажили бы новую жизнь. Да, здесь было, знаешь, обычно, здесь две стороны медали, потому что есть и ВУЗ, да, там, то есть, или там, СУЗ, учебное заведение, есть и студенческий совет, которые должны работать, вот как Никита говорил, в партнерстве. Конечно. Да, дружить и так далее. Просто, как это бывает, как правило, бывает, там, взяв обратную связь, обратную связь мы брали не только от студенческих советов, но и от тех, кто десятками лет, там, проректора, начальники там управления, администрации учебных заведений, десятками лет работают в ВУЗах, да, то есть, они говорят, что сейчас бывают такие моменты, когда студенты там подходят, говорят, вот мы студсовет, вы нам должны это, вы нам должны то, вы нам должны все, да. То есть, мы там по опыту работы поняли, что нам дали кабинет, только тогда, когда мы показали свою работу. Да, 100%. Нам дали там финансирование там по мероприятиям, только тогда, когда мы это мероприятие несколько раз делали и без денег. Поэтому вся прелесть студенческого совета как раз-таки заключается в том, что ты там, условно, и без денег, и без поддержки, возможно, ВУЗа и администрации можешь сам это все раскачивать, можешь сам это все делать, а потом в дальнейшем, когда этот результат работы видит администрация, они, конечно, уже говорят, а, все, надо поощрять ребят. Но, конечно, две странные медали. Их можно понять, и студенческие советы тоже можно понять. И здесь еще важно понимать, вот в продолжении слов Шамиля, что студенческое самоуправление – это не самоуправление в чистом виде. И если говорить на самом деле, как оно обстоит в реальности, то это соуправление. Как раз, как ты сказал, Булат, что в соответствии с законодательством они принимают студенты, участие в управлении образовательной организации. Но вместе с тем важно еще понимать, что в тех же самых уставных документах образовательных организаций прописано, что тот же самый студсовет, он существует благодаря решению именно образовательной организации. И то есть, по сути, ликвидировать, допустим, орган самоуправления в конечном виде, там может быть пройти отчетно-выборная конференция и так далее, студенты могут принять решение, но всегда конечность решения, она остается за образовательной организацией. И в этом плане, поэтому важно это тоже понимать и иметь... Дискутировать можно. Да, тут очень такой спорный вопрос, да, тут можно уйти в совершенно уже другое русло. Да, действительно, есть там разные точки зрения касательно, кто может создавать студенческий совет, кому они подотчетны и все прочее. Мы перейдем, наверное, тогда к другому вопросу, да, с вашего разрешения. Хотелось бы поговорить про то, что, опять же, связано с законом, да, если мы перешли к этому пункту, про общежитие, про жилищный кодекс и про предоставление общежитий на один год или на весь срок обучения. Да, мы видим большую практику, да, когда разнятся у нас системы заселения через бальной рейтинговую систему, либо же там дается на весь период обучения. Они пооценят, посмотрят, как сделать правильно, как должно быть. Ну, здесь, опять-таки, две стороны медали. То есть, есть закон, это очень важно. Да, о чем говорит закон? А? Вот о чем говорит закон? Ну, вот закон о образовании Российской Федерации, о котором ты говоришь, да, то есть он говорит о том, конечно, что студенту, как и там любое помещение, не только там обязательно студенту, заключается же договор, по которому студенту во время обучения он может проживать в общежитии. То есть, и во многих там учебных заведениях эта практика есть, да, то есть это замечательно, но здесь важно, наверное, сказать, вот с которой проблемы столкнулись в Казанском федеральном университете, да, недавних пор. Деревня универсиады, студенты туда заселялись каждый год, то есть заключали на год, там год жили, и потом на следующий год проходит конкурс, бальная рейтинговая система, набирают они баллы за помощь там условно администрации какие-то там, да, спорт, творчество, еще что-то, БРС. Набирает баллы, и лучшие студенты-активисты, либо те, кто принимали активную помощь там, просто социальную какую-то, они заселяются по итогам больной рейтинговой системы в общежитии там деревни универсиады. Понятная система. Следующий момент, ну, там появились там противники и так далее, говорят, что это незаконно, и возможно, да, то есть это правильно, что это незаконно, и сейчас в деревни универсиады живут студенты, те, которые заселились, собственно, на первом курсе, они будут жить и на втором, они будут жить на третьем, будут жить на четвертом. Но таким образом возникает еще одна проблема, дефицит, как раз-таки мест, да, проживания в общежитиях, и студенты нам сами говорят об этом. То есть вот мы пришли, я не буду говорить, какой институт КФУ, они говорят, вот у нас проблема. То есть раньше вот мы там отпахали весь год, участвовали там, набирали эти баллы, да, помогали, еще что-то, чтобы заселиться в общежитие. Сейчас у студентов, которые, они понимают, что можно просто так жить, нигде не участвовать там деревни универсиады, и они все равно на 100% заселятся на следующий год. А первокурсники, которые приехали, у них даже шансы иногда не бывает туда заселиться. Или те ребята-активисты, они просто говорят, ну, а зачем, а смысл нам просто дали. Такая бы мотивация раньше была, чтобы мы могли заселиться в ДУ, жить нормально, а сейчас эта мотивация просто пропала. Поэтому вопрос, скажем, да, 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 такой с подвохом, он там две стороны медали есть, есть над чем работать там точно впереди. Дай задам вопрос, но после того, как ответит Никита. Ну, тут, получается, все верно было подмечено, что по закону общежитие должно предоставляться студенту на весь период обучения, пока он там, соответственно, обучается. Хотя частая практика была, что, например, составляется договор там на 10 месяцев, на год, примерно вот на такие сроки. И поэтому студентам постоянно необходим было, вот я вот помню, у меня как раз-таки Аня Баранова, она, когда тем лидером в прошлом году, в прошлом летом была на Лиге форуме, у нее как раз-таки актуальный был вопрос именно того, заселит ее в общежитие или нет. И в целом это был такой интересный момент, когда все в конце августа, студенты КФУ особенно, они такие, так, надо что-то, так, я не знаю, скоро выйдут в списки, там, переживают. И я понимаю эти переживания. Понятное дело, что есть закон, и я согласен с тем, что важно придерживаться постановлений закона, которые говорятся. Но опять-таки важно, чтобы вот Лига студентов, это же про дипломатию, и в этом плане, наверное, резких переходов нужно от них воздерживаться, из-за того, что это очень сильно влияет именно на студентов. То есть эти переходы, они должны быть плавными, поэтапными. И второй момент, который возникает, я вот помню, мы когда с тобой было еще на президиуме, презентовали там вот опрос, мониторинг, который проводился по общежитиям, например, где есть комендантский час, где его нет, какие проблемы, например, у ребят существуют. И в этом плане важно понимать, с каким уровнем сопротивления, например, сталкивается Лига студентов или студенты в образовательных организациях. И важно в этом плане опять-таки вести диалог и показывать, что такая система, она может быть лучше, выгоднее, даже если, например, в краткосрочном перспективе она не является, наверное, крутой для студентов, но тем не менее постепенный плавный переход должен быть осуществлен для удобства и для понимания всех остальных студентов. Ну а в таком случае это просто дополнительная работа, в том числе для Лиги студентов, для того, чтобы повлиять на то, чтобы у студентов было больше возможностей для того, чтобы заселяться. Хостелы, частные граждане, постройка какого-то, например, общего, может быть, кампуса, общежития, это может быть бизнесовая идея и так далее. И в этом плане это просто еще одна головная боль для Лиги студентов. Да, я хотел уточнить, а какой путь-то решения? Я понимаю, что он долгий, но какой должен быть путь решения в течение этих двух лет президентского срока? Влияние на строительство новых общежитий, которые есть на базе образовательных организаций. Ну, это именно такой долгий процесс, который надо 100% запускать, а вот из краткосрочных моделей, которые могут быть, это успешный пример, например, который есть в Казанском инновационном университете, ТИСБИ, вот точно знаю, есть. Это, например, использование хостелов для того, чтобы размещать студентов. И в этом плане нужно больше изучать базу, обращаться именно к организациям, которые осуществляют и предоставляют такие возможности, и на льготных условиях договариваться, чтобы учебные заведения образовательной организации, они могли как раз-таки арендовывать эти места, сдавать их для студентов. Спасибо большое. Ну, здесь мы когда прописывали у себя в программе в рамках социальной работы студенческие хостелы, то есть мы ориентировались на один опыт, который есть в Санкт-Петербурге. Там есть очень большой классный такой хостел, да, и хозяин этого хостела, владелец, он принял для себя решение, что ему легче сдать сразу под ключ студентам нескольких университетов, которые там будут жить весь год, и они будут платить, да, в два, в три раза дешевле, чем обычные граждане, да, они будут платить меньше, чем стоимость, но зато у него будет всегда подзабив, а не так, что он там… Да, не будет простое. Да, не будет простое, то есть у него там 10-15 человек, 20, поэтому такой опыт есть уже в Санкт-Петербурге. Я думаю, что Казань тоже большой студенческий город, и можно будет это реализовывать и у нас в Казани в том числе. Да, спасибо большое. Переходя к следующему вопросу, да, если посмотрим на практики, которые есть в учебных заведениях, студенты перед сессией, они всегда волнуются, и такой подарок иногда делают у нас учебные заведения, дают дополнительные баллы, да, допустим, 5 баллов из 50, например, за то, что ты хорошо работал по культурному там направлению, по спорту и прочему. Однако здесь в большей степени учитываются те, тот опыт и те мероприятия, которые были внутри учебного заведения. Можно ли и правильно ли будет сделать так, там через договор, через соглашение с учебными заведениями, чтобы поощрение активной общественной деятельности было всегда, в принципе, за республиканскую деятельность. Есть очень много у нас активистов на всероссийском уровне. Можно ли как-нибудь прийти к этому и верно ли это вообще? Наверное, отвечу так. В моей практике, когда я был студентом, ну, я до сих пор являюсь студентом казанского филиала Российского государственного университета правосудия, и в целом, когда тоже выступал на студенте года по общественникам, у нас сложилось такое простое понимание, что общественникам не нужны какие-то доп. баллы для того, чтобы быть именно там что-то по учебе закрывать и так далее. То есть в этом плане и в моем университете не было поблажек для того, чтобы там какие-то там активисты, представители соцсовета, нам не важно, на каких форумах ты бываешь, ты должен быть прекрасным студентом, и получаешь ровно те баллы, ту оценку, на которую ты на самом деле научился. И в этом плане для нас это наоборот такая хорошая культура для общественников, для того, чтобы не работать за доп. баллы. Это общественное деятельство, оно идет именно от души, но понятное дело, что хочется, чтобы и, допустим, преподаватели, и администрация образовательных организаций, она держала это в курсе и понимала, что, допустим, студенты, которые распространяют идеи, бренд, например, образовательной организации, которые представляют эти студенты, они, понятное дело, что им доп. баллы, например, не давать, но при этом давать, возможно, при этом сдавать сессию досрочно, или чтобы преподаватели, например, понимали, что они не могут прийти в этот день, могут прийти в другой или в каком-то ином формате закрыть, например, свои вопросы, для того, чтобы они действительно показали, что они и классные общественники, и классные активисты. Вот в этом плане это может быть так. А с точки зрения, например, влияния этого всего, есть, допустим, проблема по выделению повышенной государственной академической стипендии, потому что она по разным категориям выделяется. Это наука, общественная деятельность, спорт, творчество, там, за отличную учебу тоже есть пункт, если набрать определенное количество квот. И в этом плане не во всех образовательных организациях региональные какие-то мероприятия или проекты той же самой Лиги студентов, они, например, идут в зачет. Где-то учитывается только проекты и мероприятия, которые проводит образовательная организация, и в этом плане важно Лиге студентов показать и повлиять на это, что региональные мероприятия, которые проводятся под эгидой Лиги студентов или других общественных организаций, они также должны идти в зачет и влиять на общее положение студента, а не так, что как будто считается только мероприятие, которое он проводит внутри, в стенах организации. Это чуть сложнее, наверное. У нас, согласно приказу Миноборнауки 1663, только за достижение внутри ВУЗа можно получить повышенную стипендию. Здесь есть вопрос, чтобы поработать со федеральными коллегами, направить запрос, что у нас есть опыт того, что очень много республиканских активистов. Поэтому, возможно, это будет впервые в истории Лиги студентов за последнее время, когда мы поменяли федеральную законодательство. Это тоже было бы круто. Я считаю, что баллы, что активистам, общественникам и так далее давать нужно. И есть уже готовые механизмы. Например, есть прекрасная организация, которая называется «Волонтеры-медики». Ребята, обучаясь даже у нас в Казанском государственном медицинском университете, поступая в магистратуру, в аспирантуру, имея опыт работы часов в рамках волонтерства, добровольчества, могут получить несколько баллов при поступлении. То же самое, допустим, у меня сейчас сестра как раз в ординатуру поступает в этом году, и она с этим столкнулась. Есть работа по работе, борьба с коронавирусной инфекцией, как-то там правильно звучит формулировка, и за это тоже даются дополнительные баллы. Мы этот опыт изучали, и есть много федеральных вузов, где они дают баллы не только, допустим, за то, что у тебя есть условно золотая медаль, когда ты поступаешь со школы, а если у тебя есть волонтерская книжка «Добро.ру», и у тебя есть опыт общественной деятельности, портфолио, и с этим портфолио ты можешь прийти и дополнительные баллы при поступлении получить. И мы хотим, чтобы такая мечта была, и, честно, хочу сказать, чтобы эта мечта осуществилась в том или ином виде. Конечно, это все должно быть постепенно, чтобы, поступая в магистратуру, студент, который 4 года занимался общественной деятельностью, который представлял свой вуз на республиканском, там, городском, федеральном уровне, чтобы он мог получить для себя дополнительные, там, 5-10 баллов, ну, или дальше, там, в аспирантуру, например, в ординатуру, если ты медицинский университет заканчиваешь. Поэтому этот вопрос тот, над которым, конечно, стоит работать точно. Спасибо большое. Мы хотели поговорить про трудоустройство. Да, когда Лига студентов опрашивала, в принципе, у нас студентов очень многих вузов республики, в принципе, по районам, мы поняли, что вопрос трудоустройства, он очень важен, да, он волнует больше половины студентов, которые обучаются вне зависимости от своего курса обучения. Поэтому вопрос, какими способами студенты могут обеспечить себе трудоустройство, и вообще, возможно ли совмещать учебу и работу, и как это будет влиять друг на друга? Да, учебу и работу можно совмещать. Я сам на втором и третьем курсах, я был в активной общественной деятельности параллельно где-то работал и подрабатывал, и в этом плане это хороший и нормальный опыт. Если говорить о трудоустройстве в целом, то как раз-таки в течение этого года и следующего будут созданы центры карьеры в образовательных организациях для того, чтобы внутри уже отдела практики будут работать, сосредоточен на этом, чтобы предоставлять студентам возможность пойти на работу по вакансиям, по специальности, соответственно, для того, чтобы у них была возможность для самореализации по этому направлению. Но в этом плане трудоустройство Лига студентов, она тоже должна открыть свой центр карьеры для того, чтобы помогать этим центрам карьеры объединять и консолидировать усилия по работе со студентами для поиска их работы, например, а также проводить образовательные модули, например, на базе тех же самых форумов по типу Лига форума или других мероприятий, которые есть у Лиги студентов для того, чтобы показывать студентам, как они на самом деле могут создать свою карьеру и пойти вместе с ней дальше после, например, окончания образовательной организации или во время обучения. То есть это реально, это нормально. Ну и плюс Лиге студентов, я думаю, что очень хорошо нужно сотрудничать с теми организациями, например, как студенческие трудовые отряды, которые как раз-таки занимаются тем, что предоставляют вакансии по работе, то же самое, например, на сезонные какие-то вещи, те же самые стройки и так далее, и тем более разные отряды существуют. Я думаю, что это был бы очень крутой опыт взаимодействия и сотрудничества. Ну вопрос трудоустройства, он всегда такой для любого студента один из важнейших. Это касательно того, что, как я уже говорил, один раз выйти, выполнить услугу, получить за это деньги, студент не может работать с 8 до 5, потому что у него учеба и так далее, он занят. Поэтому студенту было бы условно легко и просто выйти в воскресенье или выйти в субботу, или выйти вечером, единоразово заработать деньги. Сейчас мы предлагаем как раз-таки такой онлайн-сервис, да, то есть и вообще такую схему работы, чтобы у нас была трехступенчатая лестница, по которой услуга фриланс. Студент мог бы один раз что-то сделать, погулять с собакой, за это получить там 700 рублей, напечатать текст, копирайт, за один лист, там, за одну страницу, там, 10 рублей. Мы изучали кучу сайтов фриланса, да, то есть сейчас, ну, об этом говорить, то есть правильно это или неправильно, то есть это не нам судить, потому что на данный момент 65% студентов в республике Татарстан, там, и в целом в России, да, там, больше половины, они уже работают или подрабатывают. То есть вот там и Никита говорит, что он подрабатывал, я в свое время студенческие годы подрабатывал, это нормально, то есть поэтому самое главное, чтобы Лига студентов, там, в ущерб учебе студенту, да, то есть давал и разовую подработку, и временную, чтобы самый большой дефицит кадров вообще во всех организациях, неважно в какой сфере, медицина, строительство, там, ну, там, то есть мы возьмем просто какие-то IT-компании, из-за отпусков персонала, то есть все знают, что там дяди, папы, мамы, тети, они всегда хотят уйти в отпуск летом, и самый большой дефицит кадров на всех предприятиях, он летом. У студентов летом каникулы, как раз-таки отличная такая история взаимозаменяемости, да, это могут быть и стажировки, есть вот прекрасная госкорпорация Росатом, она на нас вышла, да, они предоставляют стажировки для студентов, они даже их оплачивают, там, питание, проживание, перелет и так далее. Есть там особая экономическая зона Алабуга, в республике Тарстан она, ну, то есть лучшая экономическая зона вообще в целом в России и в Европе, и она находится у нас в Алабужском районе, набирает специалистов по работе там с проектами, помощников архитекторов, руководителей проектов, там, 19, 20, там, 22 лет, ребят. Поэтому, в целом, возможностей много, здесь наша задача, там, Лиге студентов, об этих возможностях говорить, доносить, да, чтобы любой студент Тарстана мог обратиться, условно, к Лиге студентов, и Лига студентов в этом ему могла помочь. Спасибо большое. Надеюсь, что, действительно, мы к 10 мая придем, с полной понимаем, что мы, как студент, понимаем вас, кандидатов, мы знаем всю вашу предвыборную программу, и, действительно, 10 мая будет очень волнительным моментом, да, для всего студенчества, потому что вы, как два кандидата, будете идеальны во всех сферах, вот, и надо будет отдать голос уже с душой. Поэтому спасибо еще раз вам большое, что пришли. С вами был телеканал Универтв, Булат Насыбуллин. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»